Так, мы уже вышли за периметры. Дорогие друзья, покажем картинку вокруг забора. Что здесь происходит? Да, на подавление бунта на... Прекращение беспорядков. Брошена национальная гвардия, спецназ, подвиция силы особого реагирования. Техники нагнали немерено. Телевидение. Спецназ полной экипировки. Вот такая вот солидная техника есть у них на вооружении. Ну, не знаю, есть ли такая же на передовой, на восточном фронте. Но здесь она имеется, присутствует в неограниченном количестве. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Так, ну что ж, вкратце обрисуем ситуацию, как она выглядит на данный момент. Сейчас мы запиксируем все происходящее. Итак, что же у нас... Такова ситуация с... ...правами, как ни странно, человека... ...в системе... ...принудительного... ...заключения, отбывания наказаний. Итак, дорогие друзья, сейчас я вам назову цифры, которые вас... ...невенега шокируют. Итак... ...все, что я сейчас скажу, вы можете спокойно проверить... ...по гугле, проверить в интернете. Значит, на содержание одного заключенного в самой... ...маленькой стране Сан-Марина европейской... ...тратится... ...дорогие друзья, лучше сядьте, чем... ...у вас будет сейчас шок. Ты сядьте, да, на всякий случай. Сядьте, это я так погорячился. Да, это черный юмор... ...возле места, где... ...сидят тысячи людей. Итак... ...Сан-Марина 685 евро в день на человека... ...тратится на заключенного, дорогие друзья. Норвегия и Швеция 358 и 356. Нидерланды 275. Лихтенштейн 230. Средний европейский уровень показатель 99... ...ну, считайте уже... ...это данные где-то 16-го года. ...считайте уже, где-то 100 евро на человека. В России 25,87. Ну и... ...недаром самая бедная страна... ...в Европе. Это сказывается на всем и на всех. По официальным данным... ...худшая ситуация в Украине... ...2,68 евро в день. Для сравнения... ...Армения 9,3. Хорватия 7,40. И Молдова 7,80. Напомню, Украина 2,68. То есть почти в три раза меньше. Но... ...даже этот шокирующий показатель... ...превзойден... ...в нынешней Вильной и Незалежной. По данным Минюста за прошлый год... ...это свежие данные за 2018 год, дорогие друзья... ...на питание... ...одного заключенного... ...тратится 22 гривны... ...и 11 копеек в день. Дорогие друзья... ...вы сами можете прикинуть по нашим ценам... ...сколько можно съесть на эти деньги. Сколько всего вкусного можно съесть на эти деньги. На одежду тратится... ...кстати, 17 гривен 0,3 копейки в месяц. Итого умножим на 10. Это 170 гривен... ...плюс еще 2. Ну, я имею в виду в год. 12 месяцев. 170 гривен и плюс 34. Итого... ...204 гривны в год... ...на... ...на одежду на одного заключенного. Я не знаю по нынешним ценам... ...что можно на 200 гривен купить. Не знаю даже... ...хватит ли на белые тапочки... ...для того, чтобы отправиться... ...вот туда... ...через дорогу... ...соседям на кладбище. Но... ...тем не менее... ...вот такая вот сумма. Будем возвращаться назад. Ну да... ...если посадить человека в такие условия... ...но я лично пенсионер, я могу... ...вложить на 30 гривен в день. А что у нас там сейчас? 15 гривен стоит десяток яиц сейчас... ...пол хлеба... ...чай... ...ну... ...можно уложиться в 30... ...гривен. Ну это так... ...перекусить... ...чуть-чуть... ...на завтрак, на обед и на ужин... ...без... 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 ...особых изысков. Ну а если... ...серьез... ...прожить, конечно, вот такие деньги невозможно. Ну это официально тратится, вы же сами понимаете, да? А как минимум... ...как минимум... ...треть, а может и вся половина... ...из этих выделяемых денег разворовывается, поэтому... ...что там до них доходит, это вообще неизвестно. Как в известном... ...эээ... ...в известной шутке... ...городок... ...а мне положено мясо. Ну положено, так ешь. А оно не положено. Ну не положено, так не ешь. Ну вот как-то так, дорогие друзья. Ну попадая в такие условия... ...тем более еще, конечно, каменный мешок... ...жара, естественно, никаких кондиционеров там нет. А жара... ...такой начинается... ...лето. Там любой взводит. Ну и вот. Видимо, зэки решили, а чем мы хуже. Мы устроим свой Майдан. Совсем недавно здесь... ...вырезалась в этот забор... ...девушка на БМВ. Все думали, что это попытка... ...побега, кого-то освободить. В этой мощной... ...ободранной... ...стене... ...провалила огромную дырку. Представляете? ...перед этом она еще врезалась в стоп. То есть погасила... ...погасила... ...силу удара... ...и... ...после этого влупилась еще в эту стену... ...и провалила там здоровенный кусок. Так метров пять квадратных... ...было. То есть можете сами судить о прочности... ...и надежности этих стен... ...которым уже... ...я сколько помню... ...столько они здесь и стоят. То есть... ...лет сорок... ...на моей памяти это точно. Но я так думаю, что еще и... ...гораздо побольше. То есть... ...это очень старое сооружение... ...очень старые... ...постройки... ...которые не ревантировались уже. Ну, по крайней мере... ...по крайней мере... ...все годы Юльная Незалежная так точно. Я что-то припоминаю, дорогие друзья. Нужно погулить. Я не берусь... ...утверждать, что это правдивые сведения. Но... ...где-то, где-то, где-то... ...по-моему, при Ющенко... ...мы пытались... ...приблизиться к европейским стандартам. И проходила такая информация, что... ...будет... ...выделяться государством на содержание одного человека... ...в эквиваленте 50 евро. Ну, в итоге... ...мы видим, чему пришли. 22 гривны в день. Это даже меньше одного доллара. ...где-то... ...центов 85-90. Ну и... ...со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что-то не посматривают наверх... ...не прыгнет... ...мыли им на голову очередной... ...беглец. Ну, дорогие друзья... ...ну, а то, что мы слышим... ...то, что происходит в Европе... ...это же другая окраинность. Я с этим тоже категорически не согласен. Ну... ...самый яскравый... ...самый яркий пример... ...это же пример с Бревиком. Ну, все знаете, да? Человеку грохал где-то там... ...человек 70-80... ...причем детей... ...в лагере расстрелял... ...потом взорвал. Ну, и он сидит теперь в шикарной камере... ...в одиночке, но... ...со всеми удобствами... ...там даже есть... ...спортзал, там тренажерный зал... ...у него есть телевизор... ...с плоским экраном... ...там кондиционер... ...холодильник... ...все, что необходимо человеку. Так мало этого, дорогие друзья... ...мало этого... ...так они же... ...он же там и возбухнул... ...и сказал, да как же так... ...я перестал... ...расти над собой... ...я перестал развиваться... ...как человек... ...и мне нужно... ...я хочу... ...повысить свой уровень образования... ...и потребовал, чтобы ему... ...предоставили возможность... ...учиться в каком-то высшем... ...учебном заведении... ...да, дорогие друзья... ...и они пошли ему навстречу... ...товарищ... ...я извиняюсь... ...что случилось? ...бунт, побег... ...бунт... ...а кто убежал? ...много убежали... ...по списку я не знаю... ...обалдеть... ...так они подожгли тюрьму... ...вон же пожарная... ...запарикодировались внутри... ...спецназ брал... ...это самое... ...брал штурмом... ...ты что там... ...побойще такое... ...конкретное... ...удачи... ...так... ...на чем я остановился... ...а... ...на Брэвике, да... ...дорогие друзья... ...да... ...это... ...другая крайность... ...многие бы... ...из стран... ...бывших СНГ... ...бывшего СНГ... ...бывшего СНГ... ...бывшего Союза... ...ну вы помните сами... ...фильм... ...да... ...хочу в тюрьму... ...фильм... ...где-то конца... ...ээ... ...перестройки... ...ээ... ...ээ... ...начало развала... ...развала... ...союза... ...не... ...вернее уже... ...начало развала Союза прошло... ...уже развалился Союз... ...по-моему... ...и уже... ...открыли... ...железный занавес... ...и можно было ездить... ...э... ...заграницей... ...там чудак поехал... ...на горба там... ...запорожцына... ...куда-то типа в Голландию... ...в Данию... ...я не помню точно... ...и там пытался... ...всесть в тюрьму... ...для того чтобы... ...для того чтобы там... ...избежать наказания... ...у себя... ...по ложному обвинению... ...ну и пожить по-человечески... ...и он таки там пожил по-человечески... ...дорогие друзья... ...вспомните этот фильм... ...посмотрите... ...еще раз посмейтесь... ...как он работал... ...как он перевыполнял... ...эээ... ...трудовую повинность там... ...ну аму в десять раз... ...где... ...все эти... ...жопоруки... ...европейские... ...эээ... ...заключенные... ...так там же не только заключенные... ...жопоруки... ...там пол... ...европы таких... ...а сейчас еще и больше... ...не могли выполнить даже одну норму... ...так они его даже пытались там чуть ли не прибить... ...и побить за то что он... ...перевыполняет норму и ходит... ...ээ... 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 ...так значит у нас было как... ...герои... ...коммунистического труда... ...социалистического... ...а это капиталистическо... ...эээ... 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 ...заковского труда... ...ну человек не мог без дела сидеть... ...ну... ...руки на месте... ...голова работает... ...начал делать... ...делать десять норм... ...так я немножко сбивчиво... ...ну тут понимаете сами... ...да... ...стою... ...в окружении... ...вот таком вот... ...о... ...точно... ...опасная зона... ...и он как... ...специально... ...знак поставили... ...в помощь... ...так... ...сведений... ...конкретных и... ...и...и...и... ...достоверных никто не предоставляет... ...естественно... ...по свидетельству очевидцев... ...когда они ломанулись все... ...я не знаю точно в каком месте... ...сбежало где-то около двух десятков... Здравствуйте! Здравствуйте! Как настроение у вас? У меня? Да... Ну нормально... ...зиму пережили... А что тут происходит? А здесь происходит бунт... ...бунт заключённое? Да... ...бунт и это самое... ...перебили... Тут же у нас постоянно... ...в этой колонии... ...всё не слава богу... ...то... ...зэк зарезал... ...надзирательницу... ...и расчленил... ...и спрятал... ...да... Хорошо... ...была... ...информация о том... ...что сбежали... ...сбежали... ...да... ...больше двадцати человек... ...сегодня сбежала? Сбежала, да... ...поймали только пять или шесть... ...всё вот там вот сейчас... ...прочесывают частный сектор... ...понятно... ...спасибо большое... ...пожалуйста... ...еще обращайтесь... ...будем наблюдать... ...пасибо... ...так они там забаррикадировались... ...спецназ же их брал... ...это самое... ...они там разоружили... ...несколько охранников... ...а... уже всё нормально... ...ну понятия не имею... ...никто же официальной информации... ...не даёт... ...вон посмотрите... ...сколько этих самых... ...красивых кразиков там... ...будем ждать... ...пасибо... ...будем ждать развития событий... ...да... ...дорогие друзья... ...я уже выступаю... ...в качестве достоверного... ...источника информации... ...главное не попасть под колёса... ...и под... ...раздачу... ...судя по всему... ...говорили, что там много заключённых... ...вывозили... ...вывозили... ...оттуда в другие места... ...было много скорых... ...это уже... ...так сказать... ...ситуация после... ...главных событий... ...ну все события происходили очень быстро... ...первая информация появилась где-то... ...в начале 12-го... ...и 12-го я уже был здесь... ...но... ...здесь... ...быстро произошли все события... ...мгновенно буквально... ...и... ...сейчас... ...пытаются... ...зачистить... ...и... ...устранить... ...последствия... ...последствую... ...и... ...по... Ну что, дорогие друзья, пока мы прервемся, наверное, на короткое время, я попытаюсь что-то выяснить более конкретно для вас. И тогда уже расскажем последние новости. Потому что так, пользуясь слухами и домыслами, мы можем ввести вас в заблуждение. Ну, а сами понимаете, на камеру никто говорить откровенно и правды не будет, поэтому нужно пообщаться приватно с представителями власти и законы правоохранительных органов. И тогда мы вам более конкретно доведем свежую информацию. Ну, а пока будем заканчивать. Вот такие вот у нас веселые события в конце мая. Сегодня, напомню, 27 мая, накануне, начало лета. Так, телевизионщики что-то пронюхали и побежали вон туда. Я, пожалуй, тоже перемещусь туда. И узнаю, что там происходит.